всем привет с вами я дмитрий фрецко вы смотрите кулинарную пропаганду мое ненаглядное совершенно потрясающе готовит самую обычную творожную запеканку и дети я готовы есть регулярно но мне тут подумалось а что если на ее базе приготовить такую более продвинутую штуку так сказать запеканку на максималках решил сегодня попробовать и показать вам что у меня получится это будет пирог на песочном тесте с основой такой же как творожная запеканка с впрочем сейчас все увидите начну с приготовления песочного теста благо при наличии кухонной механизации это делать очень просто в замельчитель отправляется мука сахар соль холодное сливочное масло и все это надо пробить до состояния песка это очень быстро если у вас мука с высокой степенью влагопоглощения и песок получается чересчур сухой то можно добавить одну-две край три столовых ложки ледяной воды теперь буквально полминуты для того чтобы из этого песка слепить комок теста запечатать его в пленку и убрать в холодильник на 15-20 минут и а Пока есть время, приготовлю творожный стол для запеканки. Отдельно белки, отдельно желтки. Желтки надо взбить с сахаром, светло-желтую плотную пену, именно светло-желтую, а белки взбить с щепоткой соли до мягких пиков. Тег, контроль. Не вываливается, значит все отлично. Творог пробью блендером до пастообразного состояния. Если слишком сухой, можно добавить ложку сметаны. Отлично. Теперь соединяем все вместе. Сюда добавляю желтки, ванильный экстракт и пару ложек манки. Изюм и вяленую клюкву для кислинки. Надо перемешать до полной однородности и только затем добавлять взбитые белки. Причем осторожно, чтобы они не осели, а начинка осталась воздушной. Творожное снова готово. Теперь займемся яблоками. Супер. Духовку уже можно греть. Нагрев только нижний. 180 градусов. Остается собрать пирог и забросить его в духовку. Л Bradстик. Эта пиог и тючет. Эта пиог и тючет. Субтитры сделал DimaTorzok И немного корицы. Мне кажется, корица и яблоки просто созданы друг для друга. Время выпечки напрямую зависит от размеров вашей формы. Вернее, даже не от размера формы, а от толщины слоя творога. В моем случае диаметр основания 30 сантиметров. Слой творога получился где-то 3 сантиметра. Поэтому, думаю, минут через 50 нужно будет туда заглянуть. Это у меня абрикосовый джем. Ложку воды сюда. А сейчас хочу поверхность пирога смазать этой штукой. Еще 5 минут и нужно будет пирог вынимать из духовки и ждать, когда он остынет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот как хорошо. Горячий пирог есть, на мой взгляд, не стоит. Мне кажется, идеальная температура для подачи 30-35 градусов. Но дожидаться этого крайне тяжело. Отличное песочное тесто. Классная нежная творожная основа с изюмом и с клюквой вяленой. Вяленая клюква, она сладкая, но больше кислая. Изюм только сладость дает. В самом твороге я мало положил, как вы видели, сахара. И вот эти вот взбитые белки и желтки отдельно на ней придают такую воздушность начинке. Прям классно. И яблоко с корицей, ну оно прям к месту, что тут сказать. Джем не обязательно класть, на мой взгляд, если яблоки очень сладкие. Если они кислые, то джем тоже будет в тему. Результат удался. Готовить можно. Берите рецепт на вооружение и готовьте такую продвинутую запеканку. Если что-то не понравилось, не стесняйтесь впендюрить дизлайк. Понравилось, шлепните лайк, чтобы я понимал, что двигаюсь в правильном направлении. Огромное спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok